Следующая закрепка, которую мы будем делать, это видимая закрепка. Ее будет видно на лицевой стороне ткани. И здесь нам машинку нужно будет настроить на мелкий зигзаг. Шаг этого самого зигзага зависит от толщины самой шлевки, от фактуры нашей ткани. Но чаще всего выбирается шаг стежков в зигзаге 1 на 1 мм или 1,5 на 1,5 мм. Самый мелкий из имеющихся в машине шагов зигзага. И по тому же принципу, начиная от середины шлевки, чтобы ее не сдвинуть и не заживать, мы прокладываем сначала обратным ходом закрепку в одну сторону, затем прямым и обратным ходом в другую сторону, возвращаясь в середину шлевки. Таким образом мы поставим ровную и аккуратную закрепку. И здесь также важно не вываливаться за пределы шлевки. Шлевка должна быть закреплена только от края и до края. На этих краях должны быть поставлены закрепки. Либо точечные, либо обратным ходом, в зависимости от настроек, от имеющихся функций в вашей швейной машине. Саму шлевку к изделию мы прикладываем лицевой стороной шлевки к лицевой стороне изделия. И идем на машину делать наши закрепочки. Мы поставили обе закрепки. Сверху закрепив на талиевом срезе прямой строчкой и закрепкой шлевку сверху. И по линии нашей разметки зигзагом. Если мы шлевку отогнем, вот так она у нас будет выглядеть на лицевой стороне. И теперь мы будем крепить наш пояс к нашему изделию. Продолжение следует... Продолжение следует...